МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Республика. Прямо сейчас о важных событиях в Чувашии. В студии Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. Плюс 15. В Республике подтвердились новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Боксеры, волонтеры, добровольцы Республиканской Федерации бокса помогают пенсионерам, многодетным и малоимущим семьям. Школа онлайн о дистанционном обучении, обратной связи и взаимодействии сторон на конкретных примерах. В Республике 66 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Два пациента выздоровели. Под наблюдением находится 862 человека. Госпитализировано 118 граждан, в том числе 11 несовершеннолетних. В обсерваторе по-прежнему находится 42 человека. Как вы правильно отметили, Олег Алексеевич, мы сейчас находимся в сценарии все-таки развития событий и сценарии роста заболеваемости. Идут все новые случаи. В основном прирост заболевших дали нам из одного из очагов лечебного учреждения нашего, из 2-го городской больницы. И вот пока мы все эти крупные очаги, так уж скажу, грубо не выгребем и не обследуем, то есть этот прирост будет сохраняться. Четыре пациента, которые перешли из состояния средней тяжести, которые имеют свою клинику, которые требуют дополнительной подачи кислорода. И один пациент, это в возрасте 71 года, перешел на инвазивную искусственную вентиляцию легких, то есть это уже переход в тяжелое состояние. Ситуация развивается непредсказуемо из-за нарушения жителями республики правил самоизоляции. Вербное воскресенье богослужения в церквях проходили при большом скоплении людей, несмотря на предупреждение митрополии. Временно исполняющий обязанности главы республики призвал соблюдать меры безопасности. Сейчас то самое время, когда необходимо оставаться дома. Рассмотреть вот эту ситуацию с выходными и, может быть, отреагировать в виде вашего отношения, может быть, предписание в адрес нашей митрополии с тем, чтобы они соблюдали все необходимые меры безопасности. Одно постановление по дезинфекции, в том числе по режиму работы по предприятиям, оно практически на выходе, и второе постановление будет по церкви. Эпидемиологическая обстановка в республике обязывает принять новые меры безопасности. Некоторые жители Чувашии все же пренебрегают требованиями, несмотря на действующий режим повышенной готовности. О безответственности, несущей угрозу здоровью многих, в следующем материале. Сложно поверить, но это фотографии выходного дня. Несмотря на призывы митрополита Варнавы и в Рио главы региона провести вербное воскресенье дома в молитвах, в храмах многолюдно, и далеко не каждый прихожанин в защитной маске. Стремительный рост инфицированных заставляет принимать жесткие меры. В Роспотребнадзоре вынесут постановление о проведении богослужений в храмах за закрытыми дверями. Одно постановление по дезинфекции, в том числе по режиму работы по предприятиям, оно практически на выходе. И второе постановление будет по церкви. Будем предлагать в закрытом режиме проводить службу. Я уже сегодня утром разговаривал с помощниками митрополита. Договорились на эту тему поработать в ближайшие дни с тем, чтобы к Пасхе возможно выработать более иные, более действенные организационные мероприятия. Обеспечение безопасности для нас остается приоритетом. Осветить ветки вербы и доставить их верующим домой были готовы волонтеры. Но не срослось. Многие захотели лично побывать в церкви. В республике увеличивается количество тех, кто предлагает свою помощь безвозмездно. В отрядах добровольцев уже более 400 человек. Всеми тремя волонтерскими штабами или единым волонтерским центром обработано 966 обращений граждан. Из них 593 заявки на доставку продуктов питания и медикаментов. В непростые времена проявляется социальная ответственность бизнеса. Одна из крупных компаний направила 5 миллионов рублей на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких. Швейная фабрика из Новочебоксарска передала волонтерам сотни многоразовых защитных масок. Есть и другие примеры безвозмездной помощи людям. Индивидуальные предприятия, предприниматели, как Софиянов и Тепловская, обеспечивают горячим питанием сотрудников Республиканского центра медицины катастрофы и скорой медицинской помощи. ООО «ТК Новочебоксарский» предложили бесплатное обеспечение овощной продукцией в количестве 5 тонн еженедельно. Семьей Михайловых группой компании «Эстет» подготовлены продуктовые наборы в количестве 700 штук для пенсионеров и малоимущих. Для медицинских работников Республики на этой неделе поступит новая партия защитных костюмов и масок. Для Минздрава крайне важно подготовить места для приема инфицированных пациентов. Продолжается работа по закупке непосредственно аппаратами искусственной вентиляции легких. Ну и вот сегодня еще будет выезд непосредственно еще в одно учреждение, медицинское учреждение, с целью планирования дополнительного коечного фонда. Рано или поздно пандемия пройдет, и тогда скорая помощь потребуется экономике Республики. Базой для ускоренного роста станет индивидуальная программа региона. Документ утвердили в правительстве страны. Олег Николаев отметил, что среди ключевых задач – рост доходов населения. 5 миллиардов рублей в ближайшие 4 года получит наша Республика на реализацию очень важных и нужных дел для развития Чувашии. Но самое главное даже не это. Самое главное – это может быть только началом, потому что если мы здесь эффективно отработаем, то есть возможность продолжить эту программу и получить еще 5 миллиардов рублей. И еще одна новость из федерального центра. В проекте бюджета страны заложено более миллиарда рублей на приобретение общественного транспорта для Чувашии. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. 15 апреля в 10 часов в эфирах национального телевидения Чувашии, национального и Таванрадио состоится прямая линия рабочей группы при оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чувашской Республики. Уже сейчас ответы на часто задаваемые вопросы о ситуации с COVID-19 в Чувашии можно узнать на сайте вместе.кап.ру. Если вы нуждаетесь в дополнительных разъяснениях, звоните 15 апреля по номеру 260036 с 10 до 11 часов. В Чувашии с начала года зарегистрировано 84 случаи пала сухой травы. Это в 10 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая площадь возгорания почти 500 гектаров. По фактам неконтролируемых поджогов возбуждено 61 дело об административном правонарушении. К ответственности привлечены 46 граждан и 7 должностных лиц. Напомним, особый противопожарный режим введен в Чувашии с 4 апреля. Из-за его нарушения предусмотрено наказание. Сумма штрафов увеличивается. На граждан составляет сумма штрафа до 4000 рублей, на должностных до 30 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей до 40 тысяч рублей и на юридических лиц до 400 тысяч рублей. Уважаемые жители республики, неукоснительно соблюдайте требования пожарной безопасности. Не сжигайте сухой травянистой растительность, отходы и мусор на территории домовладений и вблизи домов. Не выбрасывайте непотушенные окурки сигарет и спичек из окон своих автомобилей. Посещать леса запрещено. Если вы стали свидетелем пожара, необходимо немедленно сообщить в пожарную охрану по номерам 01 и 101. Дистанционное обучение в школах республики продолжается. О проблемах, вопросах и обратной связи со школьниками в нашем сюжете. Мы с вами собрались сегодня, потому что на прошлой неделе мы проводили прямую линию и очень большое количество вопросов, наверное, 80 вопросов касается все-таки дистанционного обучения. Поэтому мы решили попробовать вообще для себя понять, как организовывается у нас дистанционное обучение в целом по республике. Школы проделали огромную работу по организации удаленного обучения. И в каждый этот процесс организован по-своему. К примеру, в столичной гимназии номер 5 на этот период создали новое расписание для всех параллелей. Задания и видеоуроки выкладываются на Google Диск и дублируются на ресурсе «Сетевой город». Мы стараемся использовать в большей возможности интернета, так как сетевая школа тоже определенно имеет рамки. В 12-й школе активно пользуются мессенджерами. Каждый класс делится на учебные группы, в которых в режиме диалога учителя и ученики разбирают новый материал. Пристального внимания требуют сельские школы, в особенности те, где нет устойчивого интернет-соединения. В принципе, школы прорабатывают и уже реализуют распечатку материалов, оставляют в школе на вахте, родители приходят и забирают. Мы более здесь делаем сильный крем, уклон на работу с учебниками, конечно же. То есть у каждого ученика есть свой учебник по отдельному предмету. И в рамках этого учебника идет более такая углубленная работа. Дистанционное обучение должно быть простым и доступным. А сейчас к процессу волей-неволей подключаются родители, чтобы объяснять детям технологии дистанционной связи. Конечно, надо максимально постараться не родителей высвободить от процесса образовательного. Это все-таки учатся дети. И вот здесь технологические моменты для малышей. Мы уже изначально понимаем, что первоклассник вряд ли может сам пройти этот путь. Тоже надо максимально упростить, подойти, привлечь специалистов. Из-за пандемии изменился не только формат учебного процесса. Так, в перечне дисциплин для сдачи ОГЭ в этом году остаются только обязательные предметы – русский и математика. В региональном Минобре также отметили, что досрочно заканчивать учебный год в республике не планируют. Обучение продлится до 25 мая. Богдана Дойникова, Павел Иритков, Республика. Швейные предприятия республики перешли на новый ассортимент. Дефицит нетканных медицинских масок вынудил их начать выпуск аналогичной продукции с трикотажа. Наталья Мальчикова расскажет, как новый бизнес-план в непростых экономических условиях позволяет малым предпринимателям оставаться на плаву. Текстильные маски сегодня на пике популярности. В республике их шьют сразу несколько предприятий. Оптовые заказы идут и от наших соседей. Там возможности перепрофилирования меньше, привлекают швейнодомниц. В Чебоксарах с этим проще. В день мы отшиваем порядка 2000 изделий. Отшиваем по нормам, пришедшим к нам от Минэкономразвития. Эти маски у нас отправятся в Татарстан. Это оптовый заказ. Здесь в данный момент находится 2000 единиц. Наши маски отправляются на предприятие Лара. Туда мы поставили порядка 7000 штук для всех сотрудников. Также наши маски отправились в Шумерлю, в производство КАФ. Также они помогают сотрудникам предприятия для работы, для того, чтобы предприятие не останавливалось. Кроме того, что маски помогают обеспечить безопасность в период пандемии, они еще спасеннее и для самого малого бизнеса. Так как другие заказы пока приостановлены. Производство масок рассчитывают наращивать. Работа несложная. Руки набиваются сами. Наша операция заключается в притачивании резинок. И все. Заготовки после оверлаков идут к нам. И мы уже потом настрачиваем резинку. Готовые изделия перед отправкой заказчику проходят в строгий контроль. Изготовители напоминают, эти маски нестерильные. Перед использованием их необходимо постирать и отпарить. Наталья Мальчикова, Валерий Резюков, Республика. Чувашия занимает первое место в России по открытости бюджетных данных. Как расходуются средства республики и куда они направляются, доступ к этой информации не ограничивается. Сервисы с актуальными данными есть на сайте Министерства финансов Чувашии и на портале Управления общественными финансами. Информация на порталах обновляется ежемесячно. Здесь доступным языком расписано, куда уходят бюджетные средства, откуда они поступают, какие доходы, какие расходы. В бюджете для граждан есть расшифровка расходования денежных средств по каждой госпрограмме, в том числе по всем межбюджетным трансферам, расшифровка тех доходов, которые к нам поступают в разрезе, всех налогов основных. То есть любая информация, которая интересует, можно ее там увидеть. Ну и соответственно у нас есть форум свой, где любой гражданин может задать вопросы по этому поводу, соответственно по телефону позвонить, по электронной почте. То есть средства связи у нас ничем не ограничены. Мы всегда готовы пояснить, в принципе, ту информацию, которая может быть интересна населению. В республике стартуют сразу два конкурса «Управленческая команда» и «Команда молодых лидеров». Напомним, 10 февраля этого года прямо во время встречи в Рио главы Чувашии Олега Николаева с участниками конкурса «Лидеры России» подписали указ о проведении республиканских конкурсов «Управленческая команда» и «Команда молодых лидеров». С 16 апреля до 15 мая на сайте leader.cap.ru будет доступна электронная регистрация для участников. Там же можно будет узнать информацию об условиях проведения конкурсов. В регионах страны готовятся к масштабной реформе системы технического осмотра машин. По новым правилам специализированные станции начнут работать через год. Требования к процедуре ужесточатся. Грядущие изменения в законодательстве сегодня обсудили в Доме правительства. С марта следующего года при прохождении технического осмотра эксперты обязаны вести фотосъемку проводимых работ. Снимки будут передаваться в единую информационную систему. Это, отмечают в ГИБДД, должно максимально исключить факты фальсификации при техосмотре машин. По данным ведомства, в стране из-за неисправных транспортных средств только в прошлом году произошло более 6 тысяч аварий. 1 марта следующего года повышает предварительный размер штрафов за административные правонарушения, допускаемые оператором технического осмотра. Здесь, конечно, нам надо поработать информационной политикой, агитацией, пропагандой, что все участники дорожного движения должны знать, какая будет ответственность на них возложена. Страфы на должностных лиц возрастут на три раза, юридический лиц практически четыре раза. Предлагается увеличить количество экспертов на линиях диагностики. Наличие только одного эксперта на одной линии не сможет обеспечить прохождение технического осмотра. Каждый пункт сможет обслуживать строго определенное количество автомобилей ежедневно. Данное значение будет занесено в ЕАИСТа. Прием будет прекращаться автоматически, если отклонение от норм превысит 5%. То есть система просто не даст оформить диагностическую карту, что позволит исключить факты проведения фальсифицированных техосмотров, а также поможет избежать очередей на пунктах техосмотра. По новым правилам автомобили, со дня выпуска которых прошло 10 лет, должны проходить техосмотры ежегодно. ТО для легковых машин возрастом от 4 до 10 лет станет обязательным один раз в два года. Полностью освобождаются от технического осмотра транспортные средства младше 4 лет. Особый порядок предусмотрен для такси, спецтранспорта и грузовиков. Груза подъемности до 3,5 тонн. Мототранспортные средства прицепа и полуприцеп возрастом до 10 лет теперь обязаны проходить технический осмотр раз в два года. Все такси старше 5 лет должны будут проходить техосмотр раз в полгода, до 5 лет каждый год. Также ежегодно проводят технические осмотры автобуса и другие виды транспорта для перевозки пассажиров. Раз в полгода процедура технического осмотра должен проходить и спецтранспорт. К травматизму на дорогах чаще всего приводят несоблюдение правил дорожного движения. Езда за рулем под шофе серьезная проблема. Только за прошедшие выходные в республике задержали более 30 нетрезвых водителей. И вы сегодня знаете, федеральный законодатель в этой части идет по пути ужесточения законодательства и ответственности тех людей, которые, садясь пьяными за руль, совершают дорожно-транспортные происшествия и в итоге происходят летальные случаи, вплоть до конфискации автомобиля. На особом контроле ДТП со смертельным исходом. Члены правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения теперь будут детально разбираться, своевременно ли была оказана пострадавшим медицинская помощь. И если нет, то почему. Татьяна Молокова, Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов. Республика. Сегодня добровольцы Республиканской Федерации Бокса начали доставлять маски и антисептики пенсионерам, многозетным и малоимущим семьям. Около 20 заявок из Чувашии поступили на круглосуточную телефонную линию, организованную Федерацией Бокса России. В рядах волонтеров Чувашии спортсмены и тренеры Региональной Федерации Бокса. Они развезут средства дезинфекции и маски по Чебоксарам и районам республики. При необходимости добровольцы помогают в доставке продуктов и предметов первой необходимости. Для ветеранов Бокса собрали продуктовые наборы с крупами, сахаром, подсолнечным маслом и чаем. Мне поручили доехать в Мариинский посад к нашему заслуженному тренеру России, ветерану Бокса Василевскому Андрею Михайловичу. Передали продуктовый пакет, в общем-то все необходимое, и маски, и средства для обработки помещения. Продукты волонтеры доставляют до двери, предварительно предупредив получателя. Бесконтактный способ обезопасит ветеранов. Сами спортсмены, они люди волевые, и они никого не просят о помощи, рассчитывают только на себя, в том числе и ветерана, и обязательно нужно им помогать, поддерживать. Ну и параллельно поддерживать тех, кому на самом деле в данный момент это нужно. Многодетные семьи, вот инвалиды, вот в тех заявках, которые пришли со Федерации Бокса России, там прям так указано, инвалид, двое детей, там еще что-то, или ребенок инвалид. Обязательно этим людям надо помогать, потому что им и так пожить не непросто, а в данной ситуации еще сложнее. Горячая линия Федерации Бокса принимает звонки круглосуточно. За две недели на нее поступило более 20 тысяч обращений. Ирина Волкова, Юрий Марков, Республика. На нашем телеканале стартовала рубрика «Вместе дома». Мы показываем и рассказываем, чем занимаются жители республики во время вынужденных выходных. Сегодня гость нашей рубрики Наталья Мальчикова. Ну что ж, идет третья неделя карантина, мы все еще дома, все ждем, скучаем по школе, по садику. Вот у меня старшая дочка Вика занимается на дистанционном обучении. Как тебе расскажи, пожалуйста. Хорошо. Там можно попробовать. Она говорит, что надо делать по математике. Мы делали по-русски, мы сейчас сделали. Задание присылает. Да, задание присылает, а потом мы в сетевой отправляем фото, как мы сделали задание. И у меня будут все пятерки, все пятерки. Ну, четверт тоже. Ну, это же хорошо. Мама сидит рядом, объясняет. Или все-таки в школе тебе больше нравилось, когда Анатольевна объяснила? И дома, и в школе. После физкультуры у Егора урок по окружающему миру. Может ли он в грязной одежде пойти в класс? Какой у тебя ответ? Нет. Ну, пока будем готовиться к занятиям. У меня еще один вишенок есть. И вот котик. Котик. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Оставайтесь вместе дома. А я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова